Тем временем границу с Китаем Кыргызстан откроет только в том случае, если ситуация с коронавирусом в этой стране станет лучше. В правительстве говорят, что это вынужденные меры, но национальная безопасность важнее. Возможно, именно поэтому в Кыргызстане до сих пор ни одного случая заражения опасной инфекцией не зафиксировано. Два транспортных пограничных контрольно-пропускных пункта Иркиштам и Торгард и два международных аэропорта Манас и Ош. Через сухопутную границу запрещен въезд грузовиков с территории Китая, через аэропорты отменены рейсы из Поднебесной. Но попасть в Кыргызстан можно и через третьи страны, чем и воспользовались 363 гражданина КНР. В большинстве своем это сотрудники совместного предприятия по строительству дорог. Состояние их здоровья не вызывает опасений. В правительстве Кыргызстана говорят, что держат ситуацию с коронавирусом под контролем. В республике подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. Эпидемиологическая ситуация стабильная. Сегодня в Кыргызстане, как известно, Всемирная организация здравоохранения по всему миру сказала, что ситуация чрезвычайная. Поэтому, исходя из этого, мы сегодня в нашем Кыргызстане только работаем в мере как повышенная готовность. Из Китая вернулись в Кыргызстан и местные граждане. Их общее число – 876 человек. В подавляющем большинстве – это учащиеся в высших учебных заведениях. Студентов привезли благодаря помощи казахстанских властей, организовавших специальный перелет. Первая часть молодых людей прибыла из Нур-Султана, вторая – из Алматы. Все они прошли обследования и карантинные мероприятия. К счастью, все прибывшие оказались здоровы. Так же, как и гражданин Кыргызстана, находящийся на борту уже всемирно известного японского круизного лайнера «Даймонд Принцесс». Был выпущен пресс-релиз о том, что у соседа по каюте нашего гражданина был обнаружен коронавирус, в связи с чем его госпитализировали. И информация, которая проходила о том, что наш гражданин якобы заражен, она не подтвердилась. Это все сводится к тому, что было выявлено у его соседа по каюте. Между тем, по данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в республике к работе готовы две диагностические лаборатории, в которых могут определить наличие коронавируса у больных. Вместе с этим достаточно тест-систем, позволяющих выявить инфекцию, а также защитных масок. По примеру, некоторых стран власти республики временно запретили продавать их за рубеж. По информации Минздрава, сейчас в государственных медучреждениях в наличии больше полумиллиона медицинских масок и респираторов. Бакит Чермаша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.